Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Сегодня речь пойдет о яйцах, как пищевом продукте, которому за сотни лет и тысячи даже лет допривыкли люди, считают это естественным своим питанием, неотъемлемой частью, но современная жизнь диктует свои особенности. Итак, из сегодняшнего видео вы узнаете, полезны или вредны куриные яйца, ну и вообще яйца птицы, опасен ли холестерин или нет. Яйца нужно есть вареными, жареными там в виде омлетов, яичниц или в сыром виде. Можно ли есть яйца и при этом быть веганом в этическом плане с точки зрения неубийства жизни? Почему нельзя, ну, неразумно есть яйца с птицефабрик, промышленным способом производимые? В чем тут суть и какие же тогда есть? Сколько же должны стоить настоящие, экологически чистые, качественные, безопасные и полезные яйца? И много еще чего интересного узнаете. Итак, поехали. Есть много сторонников и противников потребления яиц пищу человеком. Я отброшу всякую лирику, только что называется главные только факты. Итак, сначала про пользу. Да, желток яйца содержит огромное количество питательных веществ, ценнейших, многие из которых незаменимы или условно незаменимы. Ну, если человек это не получает с другой пищей, или его организм не синтезирует эти определенные компоненты. Так, например, витамин В12, который у многих людей на нашей планете в дефиците, вне зависимости от рациона питания данного человека, есть в больших количествах куриных желтках, именно в желтках. Как, собственно говоря, и такие ценнейшие незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, как ЭПК и ДГК. Но, правда, их количество зависит непосредственно от того, чем питалась курица. Курица – это хищник, и она должна есть насекомых, дорогие друзья. Не зернышки, а насекомых. Идем дальше. Желток, конечно же, содержит витамин Д3. И хорошо, если натуральный, естественным путем синтезированный организмом курица, из того, что она ест, то есть из насекомых. Желток – это, конечно, холестерин. Холестерин – это жир, но жир животный. Растительный жир не называется холестерином. Страшного здесь ничего нет. Ну, а холестерин, как считалось, опасен для сердечно-сосудистой системы. Но здесь есть один нюанс. В желтках также содержится лецитин, причем его содержание именно в желтках рекордное по отношению к любой остальной пище на нашей планете. А лецитин как раз снижает уровень холестерина. Поэтому, для простоты понимания, скажу, идет реакция такой нейтрализации. То есть, нивелируются вредные свойства холестерина как таковые. Проблем от яиц нет в плане холестерина никаких. В желтке также содержится такое вещество, как холин, которое важно для хорошей памяти человека, но также обладает противораковыми свойствами. Лютеин нужен для хорошего зрения, как и бета-каротин, которого там много, опять-таки же, смотря, чем питалась курица. Б12, уже упомянутый, и биотин вместе с ним важны для хорошего состояния кожи и волос. Яйца не то чтобы незаменимы, но очень хороший компонент для тех, кто хочет перейти на кето-питание, но веганское. Понимая, что несут в себе и в этическом плане, и для здоровья животные продукты, в первую очередь мясо и другие высокомолекулярные белки. Ну и потому желтки идеальный в этом смысле продукт. Идеальный, который может устранить дефицитное состояние тех или иных питательных веществ в организме. И это жир, как основной источник энергии, великолепен в этом смысле. Ну и витамин D3, как известно, необходим для усвоения кальция, для того, чтобы не было остеопороза. А сейчас у всех проблемы с дефицитом витамина D3. Я даже вижу на консультациях у людей с югов, кто на солнце постоянно. Это огромная сейчас проблема, кстати, которую надо изучать, почему так изменилось. И солнца сейчас даже не хватает для того, чтобы синтезировалось достаточное количество витамина D3. И я просто удивляюсь, сколько людей в наши дни имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. То есть с зубами, с костями. Ну а теперь перейдем к негативу. Белок – второй компонент яйца, как вы все знаете, желток и белок. Так вот, белок – это чистый антиген. Ну а антигены, то есть высокомолекулярные белки, попадая в организм человека, вызывают в конечном счете реакцию антигена-антитела, когда иммунные клетки нашего организма атакуют недопереваренные молекулы белка цельные, которые образовались в другом организме и предназначенные совершенно для определенных целей и задач в организме того, в котором они образовались. Так вот, попадая к нам в организм, пройдя желудочно-кишечный тракт, барьер и всосавшись в кровь в виде вот этих полимерных цепочек, не разобранных до аминокислот, то есть до мономеров, возникает моментальная реакция антигена-антитела. Я в своих многочисленных видео про это подробно рассказывал. И тогда возникает реакция в результате поглощения путем фагоцитоза, то есть, соответственно, иммунными клетками этих антигенов, в данном случае белка куриного. На выходе получаются кадаверин, путрисцин и другие токсичные вещества, которые в полной мере из организма не выводятся. Но если организм более-менее здоров, если нет синдрома дырявого кишечника, если нет аутоиммунных заболеваний, онкологии, то это вполне допустимо и, по крайней мере, вреда для организма человека будет гораздо меньше, чем от молочных продуктов, а именно молочного белка, казеина, да, и мяса. Естественно. Поэтому в этом смысле можно назвать яйцо диетическим продуктом в какой-то мере, как его принято называть. Лучше есть яйца, конечно же, сырыми. Как это делали раньше, и вы, наверное, тоже когда-то. Дело в том, что при термообработке многие питательные компоненты разрушаются, некоторые безвозвратно. Да, есть термофильные витамины, такие как В12, но многие компоненты разрушаются уже при 70 градусах, не говоря уж о том, что белки денатурируют, то есть свертываются, поэтому белок становится не жидким, а твердым. После 70 градусов происходит полная и необратимая денатурация белка, то есть утеря природных свойств, способности живой клетки к жизни, к делению, размножению, к жизни вообще. Такую пищу переработать и собрать в нужные элементы организму будет гораздо сложнее. И потому больше питательных компонентов вы получите, конечно, из сырого яйца. Но есть опасность занести сальмонеллу, про которую вы наверняка тоже слышали. Проблем нет. Просто хорошо промойте яйцо, а потом опустите секунд на 20 в кипяток, буквально белок по периметру свернется, а желток останется целым, невредимым, термически необработанным. Сальмонелла не будет гарантирована. Ну и, конечно, можно есть спокойно, в этом смысле не переживая. Итак, на чаши весов вред и польза. Подведем маленький подыток. Я во многих своих лекциях и на консультациях подробно объясняю, что для современного человека необходимо сдавать определенные, помимо прочих, нужных вам по показаниям анализы на такие витамины, как D2, D3, КК2, на B12 и на гомоцистеин, на омега-3 жирные кислоты, ЭПК и ДГК. Если есть в чем-то дефицит из того, что должно быть в рамках норм, это надо все-таки принимать. И если это принимать, значит, это искусственные препараты. Да, существует синтез органический, но это более дорогие, серьезно, существенно дорогие препараты. Однако эту тоже проблему можно решить таким способом. Но есть другой способ, это яичные желтки. И тут возникает сразу вопрос, какой второй. Ну, если мы тему о здоровье как бы разобрали, вот кратко, так, по яйцам, что перевешивает польза. Ну, а если мы говорим о желтках, то она абсолютная, вреда никакого. Возникает один вопрос, этический. Для кого он, конечно, важен. Потому что я понимаю, что кто горло перерезает, скажем, бедным животным, для того вообще про яйца это смешно даже говорить. Но я в основном обращаюсь к своим зрителям с этим видео, постоянным зрителям, а новые, наверное, что-то допоймут. По крайней мере, подумают над теми вопросами, которые я сейчас поднимаю. Так вот, этический план. Мы убиваем зародыш, жизнь, если в яйце есть она, а если нет. И некоторые люди, удивительно, но пишут об этом, серьезно. Так и пишут, а как же так? Как же можно есть яйца, не убить жизнь? Очень просто. Если петухи с курицами, когда они еще росли, отцеплят до молодок и дальше, были рассажены до момента полового созревания между собой, куры никогда не покрывались петухами, то они яйца будут нести? Конечно, будут. А яйца будут какие? Оплодотворенные? Нет. Значит, жизни там нет, зародыша нет. Поэтому, соответственно, мы в этическом плане здесь спокойны абсолютно. Другой вопрос. Как содержались куры? Это тоже этический вопрос. Это очень важный вопрос. Потому что на птицефабриках, вы представляете, что это такое машина смерти, когда они сидят в малюсенькой вот этой клеточке, даже шевелиться практически не могут, чтобы вся энергия, вся сила шла на вот эти яйца. И если при правильном фермерском содержании любая курица любой породы, кроме гибридов, не может давать более 160, 170, ну, 180 яиц в год, и то, если зимой досвечивают, там, и так далее, то гибриды могут давать одно яйцо в день, то есть 320-360 яиц в год, но такие куры изнашивают свой организм в разы быстрее и могут погибнуть уже в 3-4 года, хотя куры могут жить 15 лет. Организм изнашивается быстро, курица погибает раньше времени, но в любом случае, куры для чего держат те же фермеры, чтобы потом забить в конечном счете, когда экономика от получения яиц сойдет на нет. Чем кормятся куры на птицефабриках? Ну, конечно, специально созданными комбикормами. В составе этих комбикормов, уверяю я вас, можете посмотреть на любых сайтах производителей комбикормов, есть кукуруза и соя. Они на 99% все, по крайней мере, производимые в Европе и США, геномодифицированы. Поэтому в составе комбикорма, хотя там компонентов много, но есть и отдельные компоненты геномодифицированные, имейте это в виду. Даже если сам конечный продукт не написано, что это ГМО в составе, Деюра так возможно, есть ГМО-компоненты, это не считается Деюра, что это геномодифицированная комбинация. На самом же деле вы понимаете, что это не так бьют-то по морде, а не по паспорту. Идем дальше. В состав комбикормов или отдельно в воду, например, добавляют обязательно антибиотики и гормоны. Для того, чтобы куры не болели, больше давали яиц, быстрее росли. Это полная страшная, бесчеловечная эксплуатация. И, конечно же, с точки зрения веганской, с точки зрения разумного, честного, порядочного человека, если задумается любой человек об этом, это ужасно. Вы бы хотели, чтобы вас так содержали, эксплуатировали, или что это животное, этот человек сравнивать нельзя? Нет, можно. Это такое живое существо, как вы, с нервной системой, высшей нервной деятельностью, с кровеносной системой. Они испытывают и боль, и страх, и жить хотят так же. Поэтому, если вы порядочный, честный человек, вы не должны покупать, не должны своим рублем поддерживать вот таких производителей, которые относятся к живым существам, как даже не к вещам, а еще хуже порой. И это ужасно, это неправильно, несправедливо. И потому, возвращаясь к здоровью, эти яйца, полученные промышленным путем на птицефабриках, безумно опасные, вредные, химически нашпигованные, гормональные и так далее, и так далее. И пользы они вам, в конечном счете, не принесут, а вред однозначно. Но на днях я наткнулся на два видео, в том числе фионовый. И она рассказала, что сейчас на птицефабриках получают два яйца в день. Одно яйцо в день, то есть 365 дней там в год яиц, это ненормально и противоестественно, а в два раза больше. Ну что же говорить, все для того, чтобы больше заработать и не повышать стоимость. Чтобы вы покупали так же, чтобы машина, маховик, этот запущенный завод крутился. Безусловно, это так, но про здоровье здесь речь быть не может. А вот одно интересное письмо. На днях готовили яичницу из трех яиц на сковородке. И оказалось шесть желков из трех яиц. Из каждого яйца вывалилось два желтка. Мало кто знает, что на птицефабриках курей заставляют нестись по два, а то и по три яйца в сутки. Я, конечно, прям вот не могу поверить, что по три, но пусть по два уже многие люди пишут об этом. Им включают и выключают свет, имитируя смену времени суток. Два раза в день, как я понимаю, или три. И куры, подчиняясь этому, несутся на износ. Пару лет такого марафона и несушку забивают. Хотя курица, еще раз говорю, должна жить 15 лет. Но сейчас я расскажу вам тоже кое-что очень интересное. Итак, письмо. Пишет Сергей Мамонтов. О яйцах. Допустим, я живу в деревне и держу своих кур яйца, которых использую в пище. Желток полезен, это понятно, я его съем. А куда девать белок? Выбрасывать продукт неэтично и расточительно. Далее, куры стареют и перестают нестись. Что с ними делать дальше? Убивать и съедать неэтично. Я же вегетарианец. Кормить, пока не умрут своей смертью, непрактично ваше решение. И сейчас я поясню, раскрою тему. Конечно, это может быть интересно не всем. Хотя советую все-таки и вам, даже кто случайно на моем канале, это посмотреть. Однако, для моих зрителей постоянных это будет важно. Для веганов, сыроедов, вегетарианцев тем более крайне важно. Поясняю, тем более время пришло уже вот это рассказать. Я как раз совмещу два в одном. Отвечу человеку и расскажу, как бы я. Первое. Сначала человек говорит о желтках, он понимает пользу, но белки вот не будет есть. Если вы не будете есть белки, вы можете белки сливать в баночку и кому-то отдавать. Ну или выкидывать, что тут делать. Да, потому что если вы хотите получать пользу из желтков, но вы не хотите, это есть с точки зрения здоровья из-за белков именно высокомолекулярных. Тут можно понять и так можно сделать. Почему бы нет? Ну, перевешивать на чашу весов надо посмотреть, что лично для вас. Польза или все-таки вот экономия? Дальше. Куры стареют и что тогда с ними делать? Если вы вегетарианец, веган, честны перед собой, хотите держать кур для желтков, если вы готовы им обеспечить хорошее полноценное проживание, нормальную жизнь, то обеспечьте им жизнь до естественной своей смерти, будьте до конца честны перед собой и этичны в этом смысле. Тогда такое содержание, условно назовем эксплуатация, хотя вы хорошие условия создаете, идеальные выгулы, большие территории, они в клетках, чтобы они ютились и так далее, чтобы у них была полноценная нормальная жизнь. Да, это хорошо, но и не убивайте кур, держите их до конца своей жизни. Да, это будут ваши затраты дополнительные. Но помните, что при идеальных условиях жизни, вот этих 15 годах, она может нестись до 12-13 лет. Имейте это в виду. Так что воспринимайте ее как домашнее животное, как кошку, собаку, их вы держите для наслаждения, радости какой-то и так далее, общения. Так и держите кур тоже для радости и общения. И в том числе вы можете с них еще потреблять полезный продукт, по крайней мере его часть. Это две стороны одной медали, почему бы и нет. Вот мой ответ на все ваши вот эти вопросы. Ну а теперь скажу следующее. Дорогие друзья, обращаюсь к моим постоянным зрителям. И опять-таки будут вопросы у новых, сразу отвечу. Еще раз скажу, я яйца не ем, по крайней мере пока, желтки тоже пока. Но я в своем хозяйстве в Пушкинских горах завел кур. Ну и собственно об этом хотел сделать отдельное видео, снабдив его фотографиями, большими там видеороликами, вставочками. И такое видео интересное будет обязательно. И выйдет оно на моем втором канале «Жизнь на земле». Но пока вам кратко скажу. Три причины основных, почему я решил завести кур. Первая и совершенно самое главное. Это 90% причин, почему я решил завести кур. И собственно каких. В этом и есть суть ответа. Когда-то, лет 10 назад, мой один знакомый со своим товарищем нашли, так получилось, в Старобряческом скиту, то ли в Иркутской, то ли в Томской области, значит, уникальную породу кур, которая считалась вымершей уже лет 150 назад. Эта порода, почти дикая курица, то есть родственники ближайшей глухари, была прародительницей всех кур. По крайней мере, даже павловская порода, которая тоже когда-то вымерла, ее восстановили, произошла от этой. Что это за порода? Это сибирская хохлатая мохноножка. Милое, прекрасное, интересное существо. И это национальное достояние России, безусловно. Я вот вижу сейчас, в чьи руки эта курица попала, кто занимаются. Есть очень интересные заводчики, но возможности тоже ограничены. А для того, чтобы закрепить чистую линию, все признаки, которые в старинных дореволюционных книгах, журналах там описаны, нужна селекция, то есть работа с курами. И их количество большое должно быть. И потому я на себя взял, можно сказать, такую миссию, во-первых, выведение чистой линии, идеальной стойкой вот этой породы, сохранение генофонда. Ну и, соответственно, это первая главная причина. Да, они мне нравятся как домашние животные, но это даже сейчас не в счет. То есть люблю я кур, просто люблю. Любил всегда их цыплят и кур. Идем дальше. Вторая причина, которая неизбежно вытекает из первой. И, естественно, поскольку они будут содержаться, то я буду производить экологически чистые яйца, которые будут потреблять мои сотрудники многочисленные, которых у меня много в хозяйстве, там, члены семьи, родственники. Ну и, конечно, излишки пойдут на продажу, чтобы покрыть хотя бы часть расходов, которые пошли на содержание кур. Это огромные расходы, гигантские. То есть если по-человечески подойти к выращиванию кур и содержанию их, то это постройки здания. Это различные оборудования, от подогревателей, ну, там, для зимы и освещения, до различных поилок. И не пластиковых копеечных, а из нержавеющей стали, качественных и так далее, и так далее. То есть большие затраты. Плюс корма. Не те, что продаются промышленно, а иначе шило на мыло. И не те, которые фермеры делают себе из разных видов злаков. Это тоже проблема. Почему? Потому что лектины, которые входят в вот эти белки, которые вызывают воспаление в состав злаков и псевдозлаков, переходят в яйца, и человек, потребляя эти яйца, даже фермерские, получает лектины с пищи. А я хочу, чтобы эти яйца были безлектиновые полностью. Напоминаю, курица-хищник, кто не знал, и она ест насекомых в природе. И потому я знаю и придумал, какой составить идеальный рацион. Мы даже будем делать комбикорма для кур. Если кто-то захочет такие комбикорма покупать, чтобы выращивать у себя и получать экологически чистые яйца, раз и с высоким питательным коэффициентом всех жизненно важных полезных питательных веществ, то это будет здорово. Ну, по крайней мере, мы вынуждены это делать и будем, да? Ну, закуплено оборудование, ингредиенты. Я об этом опять-таки говорю еще раз, сделаю интересное видео отдельное, где все подробно поясню. Ну, а третья причина. Я хочу показать свое хозяйство, как содержатся куры, всю логистику в видеороликах своих на моем втором канале «Жизнь на земле». Для чего? Чтобы люди, фермеры, частные малые хозяйства знали, что есть альтернатива, что можно честно, порядочно, по-человечески относиться к живым существам, получать яйца более высокого несоизмеримого качества, экологически чистого, с высоким содержанием полезных веществ. Можно сказать, действительно полезный продукт. При этом не эксплуатировать птиц, при этом сохранять генофонд, ну и, соответственно, любоваться красотой, дети будут играть там, радоваться и так далее, и так далее. И ни в коем случае не убивать живых существ. И пусть они живут сколько должны. У меня даже петухи, естественно, будут жить столько, сколько им природа отвела срок. Ну, конечно, часть я буду продавать тем, кто захочет с условием, а это уже на их совести окажется, тоже в селекцию ввести. Или для подбития крови, как говорится, тем более многие берут сейчас кур таких вот гибридных, и, естественно, ну, хотят получить петенцов, но качественных. Ну, для этого нужны качественные петухи. Я уверен, эти видео мои будут интересны многим и откроют глаза людям на то, как можно совершенно по-другому содержать кур, относиться к ним и получать совершенно другую обратную связь, как эстетическую, моральную, так и, собственно, энергетическую, что называется, физическую, в плане совершенно иного продукта, ну, в виде яиц. Я брал от одного заводчика чистокровных маленьких цыплят, уже два раза брал, скоро третьи подойдут. Условия содержания вы сейчас увидите. Несколько фотографий, увидите сами, какое оборудование, какие поилки, кормушки. Кстати, спросите, ну, чем же кормим? Там и конопля, и амарант, и гомарус, уникальный такой рачок, бокоплав, из северных, ну, уральских озер, экологически чистых абсолютно, когда рачок этот микроскопический, он долго не живет, икру отбрасывает, то есть, период размножения, то вот, соответственно, его ловят, такими сетями потом сушат, и это поставщик всех питательных веществ по экологической цепочке пищевой сети. То есть, это как насекомые в наземной среде, только в водной, понятно, хотя относятся к ракообразным в плане классификации, да? Ну, о питании я, конечно, расскажу тоже в отдельном видео, о кормлении кур, и многим даже старым таким разводчикам открою глаза во многом, кстати, как уже это сделал, вот, общаясь с моим поставщиком этих цыплят. Так вот, какие они крепкие, лощеные, какого вида, как они себя чувствуют? Ну, посмотрите, любуйтесь вот этими фотографиями, пока я сейчас вам говорю. Конечно, кто-то скажет, это же страшные деньги, расточительство. Какая же будет стоимость яйца вот при таком-то кормлении, при таких затратах? Конечно, дорогие друзья, она будет высокой. Я вот этому своему знакомому как-то просто сказал, а вы считали вот себе стоимость, чтобы, так сказать, это, и он говорит, ой, это больная тема, люди не понимают. Люди привыкли в магазинах видеть цены и думают, что это должно быть столько или же чуть дороже. Вы понимаете, что тут везде есть абсолютно четкие расчеты, что такое промышленное конвейерное производство? Вы помните, как Генри Форд выпустил свои автомобили, наладив именно сборочный конвейерный поточный цех? Когда себестоимость автомобилей, производимых, не в два раза снизился, а во много раз. Так вот, там настолько сейчас до идеала доведена эта система, эта машина бездушная, что там себестоимость, тем более если два яйца в день или три, я-то даже без этого расчета, как будто одно в день. Оно копеечное на тех копеечных дешевых комбикормах, из дешевых злаков, самых третисортных, из продуктов переработки животноводства, которые поставляются на комбинаты для комбикормов, добавляя тем более те химические добавки, которые себестоимость вообще копейки, а это все миллионами тонн и себестоимость копеечная. Там до такого все минимализма доведена затратная часть, что естественно себестоимость там будет в разы на самом деле, в разы, а не в два раза ниже, чем у фермеров. Ну а у меня будет себестоимость, естественно, в разы дороже, чем у фермеров, потому что такого качества и при таком тем более отношении, куда в затратную часть входят условия содержания, тем более содержание всю жизнь, всех кур и петухов, которые есть в хозяйстве, да, это так, но зато те люди, кто имеет возможность, те люди, кто захочет потреблять такие яйца, а у меня есть свои клиентуры, мы же продаем продукты питания, биоорганические продукты питания, наш сайт надгар.ру, пусть это будет рекламой, прямой, честной, открытой рекламой хороших, качественных продуктов. Так вот, у людей, части людей, кто захочет, будет возможность приобретать единственные в России, наверное, единственные, ну кроме единичных случаев, о которых мы говорить и не будем, так вот, может покупать эти изумительные качественные яйца. Но это будет не сейчас, а может быть с сентября, октября, если все будет в порядке. То есть с 10 кур, а вернее с 15, вот эти 10 яиц, скажем, какую должны иметь цену? Как вы полагаете, вот такого качества, при таком подходе? И, допустим, еще с точки зрения такой, что вы, предположим, покупаете яйца, будете знать, уверены, будете видеть, можно приехать, посмотреть, что это абсолютно этический продукт, помимо экологически чистый, помимо того, что с высочайшим содержанием всех полезных веществ. То есть вот как вы считаете, вы люди, которые, ну, на практике этого не знаете, и знать пока не можете, но я-то все расскажу, кстати, дам всю расчетную часть, но мне просто интересно, вот как вы считаете, какая продажная цена розничная за 10 яиц, за упаковочку таких яиц должна быть, вот как вы считаете. Пишите, пожалуйста, под видео, и, кстати, если не сложно, аргументируйте свою позицию, а может быть, кто-то расчет даст, ну, хотя бы примерный, очень интересно будет, тем более потом сверимся. Ну что ж, дорогие товарищи, я думаю, видео вам было интересно, по крайней мере, и тем, кто меня постоянно смотрит, моим зрителям, и вот я рассказал вам кое-что очень интересное новое, я полагаю, что и тем, кто впервые на моем канале просто на тему клюнул интересную в названии, я думаю, этим людям тоже будет о чем подумать, и, по крайней мере, задуматься над теми серьезными проблемами, которые я обозначил. И, может быть, уж не стоит все подряд есть, то есть, что попало. И не все полезно, что в рот полезло. Задумайтесь над этими темами, которые я сегодня поднял в данном видео. Ну, а вам крепкого здоровья, всем хорошим, порядочным, честным людям, ну, а всем остальным людям, что называется, здравомыслие, на что я надеюсь и уповаю. До новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok